приветствую друзья на канале степан холера мы с вами продолжаем работать дальнобойщиком теперь уже в америке и сейчас мы находимся при городе лос-анджелеса мы будем вести груз в сан диего вечерняя у нас такая вот будет поездка кстати смотрите да он там кто-то ковыряется в гараже там он не вижу два грузчика один спит второй что-то то ли чайки то ли что короче говоря жизнью кипит действительно кипит этот мир там на светофоре остановились туда поехали там кто-то что-то делает газоны косит в общем здорово ну и у нас вот такой вот петербилд да это у нас петербилд смотрите да огромный такого зеленого цвета и груз что у нас за груз груз у нас это груз давайте наверное вот так вот лучше и быстрее это у нас резина мы будем резину с вами перевозить получим за это 4800 это если мы доберемся и осталось 14 часов здесь все нужно делать быстро и как-то даже это немножко непривычно откровенно говоря для меня так ну что же погнали погнали выезжаем вот мы два раза уже с вами ездили и вернее но ездили там и много раз уже заработали 10 тысяч заработали может быть даже бы и больше если бы не эти драконовские штрафы которые здесь наверное заработали бы тысяч 15 уже а так у нас всего-навсего 10 вы только посмотрите на этот вагон который сзади у нас это просто какой-то кошмар дальнобойщика по моему длиннющие это как точно как какой-то вагон ну ладно я тепловоз сзади вагоны куча при том нужно об этом помнить когда поворачиваешь да особенно вот здесь далеко выехал почти на бордюр заехал здесь тоже самое вот так вот да и резко резко в сторону иначе столбик зацепим так ну может быть это неплохо что-что вечереет просто потому что меньше будет я надеюсь меньше будет трафика как бы не воткнуться в какого-нибудь кабриолет чика и вот тут вот то что о чем я вам говорил сейчас мы столбики столбики будем сносить интересно короче говоря очень интересно совершенно другой опыт абсолютно вот все абсолютно не такое дорожки поуже но трафика тут конечно же трафик иногда приходится даже в пробках постоять вот ну и то что траки теперь у нас длиннее а я в евротрак симуляторе откровенно говоря не всегда хотел брать груз если он слишком не казался длинным длинномером каким-то что бы это могло значить а вот так вот и едь и надейся я бы потом еще и штраф заплатил бы наверное вот здесь же у нас практически все грузы это длинномеры здесь требуется настоящее водительское мастерство которое мне откровенно говоря придется еще как-то зарабатывать вот ну что же будем зарабатывать давайте наверно все таки включим уже вот так вот так включим сколько у нас миль в час едем выворачиваемся вот 30 миль у нас разрешенная скорость а в городах поэтому я буду конечно же если не буду забывать об этом я буду пытаться их держать эти самые 30 миль вот в частности вот 28 29 потому что я уже говорил да да и я думаю что вы и знаете что штрафы тут серьезные солидные такие вот не детские короче говоря никаких поблажек нам с вами не дают но и пока мы едем можем пока вот так вот потихоньку едем да можем рассматриваться по сторонам что здесь да как вот какие-то знаки непонятные такие вот специфические довольно таки так тут у нас вроде бы как выезд на шоссе и мы можем уже 65 миль газовать ну хорошо попробуем выжать из него все что он может но по крайней мере 65 миль я думаю что мы сможем сейчас с вами выдать и по-быстрому поедем до места назначения чтобы нас нас уже ну то репутация конечно на хорошая штука здесь вообще 80 миль нифига себе сколько нужно разогнаться до какой скорости чтобы 80 миль ехать сложно даже подсчитать где-то около 140 километров да так вот у нас репутация уже такая немножко можно сказать подмоченная потому что два раза ну почти опоздали вот там стояли помните да один раз на дороге мы привозили каток прям на дорогу и стоял прораб смотрел на часы уже все работы сделаны а катка нет и звонили где-то там едешь давай быстрее тут уже работа стоит ну и мы с вами знаем да америка это такая страна где время деньги вот именно что оттуда пошла пословица время деньги поэтому здесь нужно все побыстрому пытаться делать 64 миль да хорошо разогнались 65 миль вот по ходу быстрее у нас и не едет кстати 65 тут как раз вот и ограничение да хорошо хорошо не успел я раскочегариться до 80 как тут у нас кусок дороги вот снова таки да это у нас на перекрестке ну ладно погнали покидая Лос-Анджелес и едем мы сейчас с вами через 55 миль так стоп это такой прикол по моему да посреди ровной дороги непонятно почему то 55 то то 65 то 80 в общем мы сейчас с вами проезжаем наверное это мы заехали уже в другой штат штат Невада да скорее всего поэтому тут другие скоростные показатели наверное так так оно и есть так давайте давайте свет включим повеселее как то ну я думаю что в таком вот скоростном режиме мы должны успеть за 14 часов доставить резину на завод или куда то вот и потом я предлагаю прокатиться немножко по еще охота мне по побережью поехать как раз у нас появится такая возможность днем проехаться уже в другую сторону да на прошлом стриме помните мы ехали с вами в одну теперь в другую но я думаю что мы и скатаем эту карту довольно таки быстро надеюсь что разработчики оперативно добавят в следующую карту аризону и мы будем иметь с вами возможность на ней тоже погонять до того как вообще полностью скатаем по 10 раз все эти дороги которые здесь есть вот там я в комментариях читал разные разные комментарии вот кто-то говорит что здорово хорошая хорошая игра отлично сделано кто-то говорит что нет могли бы лучше сделать и что они так долго там разрабатывали и где результат в общем мнения разделились мое мнение было вот когда я увидел только-только мое мнение было такое что да могли бы вроде как и больше чего-то тут сделать вот но через несколько часов игры я понял что в общем-то они улучшили игру детства это значительно улучшенная версия евротрак симулятора вот так вот скажем да и нашим и вашим так лимит 40 да хорошо крутая дорога в горы мы подымаемся поэтому так понятно что лимит 40 вот мне нравится чем она мне нравится вот сейчас я уже говорил на прошлом стриме но наверное скажу еще раз вот она мне нравится тем что она вот плотнее сделана она живее чем ец вот да это никак не хуже ец я не говорю что он хуже там чем-то нет это вот вроде бы как две разные игры по плотности 40 50 да что ж такое нет какие 50 я же указал 40 ехать круиз контролю а он наверное у нас не подтормаживает да там торможение двигателем скорее всего нужно поставить чтобы держать скорость километров 40 миль в час вот иначе легко влететь в копеечку да да так вот мне нравится эта игра тем что она живее живее чем ну вы поняли не будем говорить чем кто живее вот этой вот плотностью объектов плотностью транспортного потока да здесь масса можно было бы массу добавить всего я согласен абсолютно там под одним из видео такой развернутый отличный такой вот комментарий что хотелось бы было увидеть в этой игре и чего мы с вами не увидели но как было сказано как подсуммировала суммировался этот комментарий тем что так у нас там поворачивает здесь поворачивает ехать не ехать вот суммировался он тем что утверждением что у разработчиков просто напросто нет конкурентов у разработчиков евротрак симулятор американтрак симулятор просто других никто в мире больше не делает симуляторы грузовиков все то что было раньше 18 стальных колес дальнобойщики 1 2 и так далее это было раньше вот они конечно же уже сейчас не котируется абсолютно фанаты я понимаю что могут еще играть какое-то время но это уже не то согласитесь вот поэтому разработчики решили в общем-то сильно не напрягаться вот хотя дизайнеры поработали на на отлично просто на отлично здесь а то что здесь нету физики столкновений никакой да тут 59 не хочу 59 хочу 50 то что здесь нет смены времен года ну ладно смена времен года какое какая в аризоне в неваде и в калифорнии смена времен года да никакой там всегда постоянно жарко недаром же там песок везде да и кактусы растут здесь никак ты смену не сделаешь вот но в других штатах в общем-то смена могла бы быть и будем надеяться что она в DLC будет добавлена это будет здорово ехать по штату Вашингтон и наблюдать весной зимой но мы с вами опять же таки знаем что этого не будет этого не будет потому что разработчики другие не выполняли какие то такие вот новшества не сделали они просто сделали улучшенную версию в дизайнерском плане улучшенную версию евротрак симулятора вот и все так там вон я вижу у нас колонна нам скоро поворачивать ну нам ступает хорошо так куда то снова таки выехали на проселочную дорогу у нас главное где поменьше трафика в общем можно было реализовать массу всяких фишек интересностей но тогда бы время разработки я думаю что растянулось бы до неприличия потому что фирма эта в общем то не такая большая как как хотелось бы для того чтобы да не много людей работает для того чтобы сделать какую то уровня star citizen по крайней мере может быть не уровня star citizen но по крайней мере с такими амбициями вот к сожалению здесь этого нет и я думаю что в общем то можно было бы разработчикам как на кикстартере да сделать вот такое вот объявление собрать денег и подсобранные деньги на общаясь постоянно с комьюнити общаясь с теми кто им задонатил а также вообще на форумах и так далее с фанатами игры можно было бы сделать пускай бы дольше но что то лучше но даже то что мы имеем мне все равно нравится вот единственное закавыка это то что многие говорят и с этим я могу согласиться что слишком дорого это все слишком дорого за две небольших за две маленьких карты вот та цена которую они заломили в общем то дороговато но я думаю что тут еще и пираты постарались как известно да за несколько дней до выхода в стиме этой игры уже она гуляла по торрентам уже все нещадно ее пиратили тестили катались и так далее и понятное дело что эти люди выпали полностью из игрового процесса из финансового процесса для фирмы я думаю что это не последнюю очередь сыграло на цене конечного продукта чтобы хоть как-то компенсировать тех которые уже не будут покупать точно с другой стороны могут отпугнуть других пользователей вот но игра наверное все таки рассчитана в первую очередь на американский рынок как известно там люди не такие чтобы уж бедные я думаю смогут 20 долларов заплатить за игру если игра сделана узнаваемой если она сделана в реальном сеттинге американском то я думаю что она должна продаваться поэтому постарались сделать из того что есть выжать максимум добавили объектов добавили красот различных на карту и получили в общем-то неплохой продукт по-моему так ну что же мы вроде бы как обговорили да что разные мнения и что я думаю по этому поводу теперь осталось только зарабатывать деньги только работать и зарабатывать чем мы и будем заниматься потому что ну действительно здесь здорово столько много освещения много трафика много всего что не заработать не поработать хорошенько это просто грех какой-то и не заработать на собственный трак петербилд какой-нибудь вот такой вот как у нас так вот мне вот эта вот штука понравилась очень сильно здорово ничего не скажешь наблюдать наблюдать автомобиль чуток со стороны вот так вот тоже классно что у нас тут седьмая кнопка а вот она от колеса тоже неплохо кстати в одной из кабины водителя лучше всего так развиваем да 55 развиваем почти максимальную скорость не забываем о том что на спусках он разгоняется дальше самостоятельно уже и легко мы можем превысить 55 километров вот отличие то ли это действительно у нас у меня не стоит настройка галочка которая указывает чтобы притормаживать движком когда мы едем с горы то ли это какое-то изменение небольшое вот там еще говорили о том что трафик какой-то такой вот непонятный да рельсовый вроде бы все как ездят на самом деле здесь немножко улучшенный трафик и мы с вами наблюдали в прошлой части когда я выехал на дорогу и привозил уже груз каток выгружал то мы видели что тот автомобиль которому я заблокировал проезд он сдал назад чуток отвернул в сторону и поехал дальше в евротрак симуляторе этот автомобиль бы так и стоял до конца назад бы он не сдавал по крайней мере я такого не наблюдал ни разу может быть я ошибаюсь 53 да 53 55 54 так нормально тут и и и и и погнали не но вот согласитесь смотрите да сколько огней там где-то что-то светится как-то оно так ну живее это сто процентов тут даже бабки не надо сан-диего мы приехали с вами в сан-диего и где-то здесь выгружать груз но как говорится не говори гоп пока не перепрыгнул пока я не доеду до конца и меня не штрафанут я не буду считать что рейс закончен удачно пока мы можем посмотреть вот ну разве это не живой город смотрите какие перекрестки смотрите сколько здесь автомобилей катается туда-сюда и и мы видим что вот на красный да они поворачивают мне там говорили что поворачивай на красный направо легко и просто я даже увидел что налево они там поворачивали на красный но скорее всего нарушают иногда рискуют вон какой-то груз даже боюсь думать о нем такой груз возить огромный так нам нужно поворачивать пешеходов почему-то маловато да вот как-то с пешеходами здесь решили наверное вот они есть но как-то их меньше по-моему в городах должно быть побольше не так мало может поздний час у нас уже кстати что там со временем то ну да 5 утра какие же пешеходы тут могут быть хорошо что хоть автомобили есть 5 утра тут никого не будет вот хотя витрины светятся так едем прямо погнали в общем я доволен я доволен что эта игра вышла я доволен это все-таки небольшой но шаг вперед в смысле симуляторство в смысле симуляторов все надеялись на революцию но когда увидели первое превью то поняли что революции тут не будет вот но это эволюция небольшая но эволюция в визуальном плане игра выглядит отлично на отлично тут я думаю что никто не поспорит вот визуально она стала прекрасно вот ну а все остальное или модеры допилят или возможно вот в следующих частях это как фермер симулятор вот он тоже самое да особо там ничего не меняется в следующем фермер симуляторе добавляется грязь добавили что техника может мазаться и это все что потому что все то же самое осталось вот так и здесь так что такое че я стал стал заглох почему-то и ни с того ни с сего ни в кого вроде бы как не врезался не все нормально так давайте посмотрим что у нас что у нас есть по парковке парковка если у нас будет вот такого типа тот как нам нужно нам нужно будет развернуться и заехать вот так стать если вот такого типа то мы просто заворачиваем и становимся да у нас или 40 опыта или 15 давайте мы не будем напрягаться очень сильно вот я не говорю о том что вообще пропустить наверное парковку мы все таки оставим давайте 15 заработаем так хорошо поехали вот нам тем более что пригла предлагают постоянно прерваться если что если как-то не получается а у нас может не получиться ну-ка давайте смотрите ну да это ж бинномер проезжаем вперед максимально разворачиваемся и тогда есть шанс что я смогу забраться туда куда куда мне надо вообще это такой вот мини квест это как в фоллауте третьем и четвертом это квест с открыванием замков или на компьютере точно так это у нас появилась мини игра поставь грузовик и ты сам можешь выбирать сложность этой мини игры вот это вот мне нравится если ты слишком долго здесь ковыряешься надоело тебе ну просто нажми enter и запаркуйся ничего не получи при этом если же хочешь оттачивать постепенно свое мастерство пожалуйста разработчики предлагают бери себя работой по-моему вот это вот правильно сделано было так чтобы пропустить да нет не пропустить не хочу рецепт готов мы приехали вот ну что же смотрите светает мы привезли груз давайте оцепляем смотрим что мы получаем мы проехали 379 миль с вами потратили 10 часов вы потратили 80 галлонов топлива и заработали немножко опыта 397 здорово и что я вам скажу не было ни одной аварии ни одного не было нарушения наконец-таки мы заработали полную сумму и не опоздали 15914 так ну чтобы конечно же пойти в автосалон и что-то приобрести 8 часов а ну у нас тут да сейчас мы не сможем посмотреть вот но обязательно посмотрим что почем интересно вот на что собирать как много денег нам нужно для того чтобы собрать на свой первый трак я думаю что тысяч 100 не менее а может быть и более такой вот огромный грузовик дом на колесах должен стоить ну не знаю тысяч под 200 вероятно так ну что же друзья мы обязательно это все с вами узнаем в следующей части я на этом прощаюсь всем спасибо за внимание всем удачи и пока